МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ24. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Не умыться, не помыться. Жители старого района пожаловались на качество горячей воды. Дорога каждая секунда. Что делать, если пропал близкий человек? На старт в СОРОЕ проходит чемпионат России по лыжероллерам. Далее расскажем по всем подробно. Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных граждан до 31 декабря. Постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Действующий порядок предусматривает возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Это освобождает граждан от необходимости посещать службу занятости. Им также не нужно самостоятельно собирать пакет документов. Все сведения, которые требуются на изначение пособия, поступают в профильные учреждения автоматически. В этом году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный 1500. Пособия начисляют с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивают 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей. В последующие три месяца 60%, но не более 5000 рублей. В конце прошлой недели жители некоторых домов старого района пожаловались на плохое качество горячей воды. Саровчане писали в социальных сетях, что из крана текла маслянистая жидкость с неприятным запахом, которая горела, если поднести спичку. Что случилось с водой, расскажем далее. Вечером 30 июля в социальных сетях появились сообщения от горожан, что из крана с горячей водой течет непонятная масляная липкая жидкость. Отмыть ее можно было только растворами с кислотой. Пахнет машинным маслом. В аварийке пара силовой работники, как и мы, в шоке. Ребята, это смахивает на диверсию. Как эта отрава могла попасть в трубы? Ребенок пошел мыться, вылез через пару минут, сказал, что вода жирная и пахнет рыбой. Десятки подобных сообщений заполонили соцсети. На следующий день вода уже пришла в нормальное состояние. Однако вопросы, что это была за жидкость и насколько она опасна, так и остались. За комментарием мы обратились в АО «Обеспечение Рафиацвнеев». Горячая вода – это их зона ответственности. Скорее всего, у нас источник был на ТЭЦ. Мы после ремонта включали аккумуляторный бак с горячей водой. У нас на ТЭЦ два бака. И как раз в этот день мы начали его после ремонтных работ вводить в эксплуатацию и пускать в работу. Этот бак – цилиндрическая емкость высотой 10 метров, в которой хранятся запасы воды. Вода выделяет кислород – один из главных врагов теплосетей, поскольку приводит к коррозии. Все нормативные документы предписывают использовать защиту сетей от кислорода и не допускать заражения воды. Сами аккумуляторные баки имеют связь с атмосферой. Для того, чтобы этот кислород из атмосферы не попадал в эту воду, не заражал ее кислородом, значит, мы применяем герметизирующую жидкость, так называемую герметика АГ-4И. Какая-то небольшая часть герметика попала в насосы, а затем в трубы. В основном пострадали жители улиц Силкина и Куйбышева, которые в этот момент включили горячую воду. Жильцы, отсутствующие вечером в пятницу дома, даже не заметили, что с водой было что-то не так. Изготавливают этот герметик в Рязанской области, в городе Шацк. Там еще есть паспорт безопасности, который говорит, что это вещество безопасное. И меры безопасности, которые даже при попадании в глаза и на кожу, это просто промыть с теплой водой, с мылом. Все, больше никаких мер безопасности не требует безопасное вещество. Официального заключения от Центра гигиены и эпидемиологии еще нет. Но, по предварительным данным, нефтепродуктов в воде не обнаружили в тех пробах, которые взяли, попав в одну из квартир пострадавших. Результаты развернутого анализа обещают опубликовать. Со своей стороны, обеспечение проведет расследование причин аварии и запланирует мероприятие, чтобы исключить подобные случаи в будущем. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Ресурсный центр добровольчества в Сарове помогает горожанам на карантине. Волонтеры доставят продукты питания из магазинов и лекарства из аптек. Помогут с выголом домашних животных и выносом мусора. Обратиться за помощью можно с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30 по телефону 97777. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Медицинским учреждениям разрешили использовать при стационарном лечении препараты, которые пациенты купили самостоятельно, получили по федеральным программам лекарственного обеспечения или с помощью благотворительных фондов. Ранее клиникам грозили штрафы в случае, если для лечения больных использовали лекарства, которые не были предоставлены самим медучреждением. Граждане, которые занимаются физкультурой и спортом, могут претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физлиц. Сумма расходов, за которую можно получить все социальные вычеты – 120 тысяч рублей в год. Максимальная сумма возврата по ним – до 15 600 рублей. Получить спортивный вычет можно будет как на себя, так и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центре начнется с доходов, полученных с 2022 года, то есть в 2023 году. 9 сентября 2020 года вышел на пробежку и не вернулся Вячеслав Линник. 28 декабря того же года пропал Евгений Наумов. 24 июля из дома по улице Маяковского ушла в неизвестном направлении Александра Смирнова. О том, что делать и куда обращаться, если близкий человек внезапно исчез, расскажем в следующем репортаже. В Сарове все чаще пропадают люди. Многие из них – это пожилые мужчины и женщины, которые страдают какими-либо заболеваниями, провалами памяти и нуждаются в медицинской помощи. Никто не может быть застрахован от подобных ситуаций. Поэтому важно знать, как действовать, если ваш близкий человек ушел из дома и не вернулся. Для начала не нужно ждать 3 дня. Срок подачи заявлений, если речь идет о ребенке, то через полчаса. После того, как он не пришел домой. Если касается взрослого, то час-два. То есть не нужно, как раньше говорили, ждать 3 дня. Потому что, как правило, мы начинаем работать сразу, чтобы успеть поймать свежеседельские показания. Чтобы посмотреть камеры, пока они не стерлись. Самое первое действие при обнаружении того, что человек долго не возвращается – подать заявление в полицию. Лучше всего это сделать по месту проживания пропавшего. При себе важно иметь свои документы, удостоверяющие личность, и документы пропавшего родственника. Обязательно нужно взять с собой его фото. Желательно, чтобы на фотографии человек был в той одежде, в которую ушел из дома в последний раз. Как правило, свежеские показания, они больше идут по образу в целом. То есть человек запоминает не лицо проходящего, а во что он был одет, как он себя вел. После того, как вы подали заявление, необходимо обязательно спросить контакты сотрудника, принимающего заявление. Для чего это нужно? Чтобы, если вдруг человек пришел домой, вы могли спокойно связаться и сказать, что человек уже найден. Полость можно прекращать. После обращения в полицию нужно позвонить в поисковые отряды, чтобы оставить данные о пропавшем. Далее можно обзвонить всех остальных родственников, друзей и знакомых. Есть распространенное заблуждение, что если человек через некоторое время вернется домой, то сотрудники правопорядка выпишут штраф, как заложенный вызов. Важно запомнить, что штрафа в этом случае не будет, и не надо бояться подавать заявление. И самое главное, в поиске пропавших людей не терять надежды и ориентироваться на правила. Пока человек не найден, он жив. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. В России заблокировали почти тысячу сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации. Под блокировку попали как самостоятельные порталы, так и страницы в соцсетях. С начала этого года был ограничен доступ к 976 ресурсам. Большинство из них заблокировали в июне 934. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. За подделку и сбыт сертификатов о вакцинации преступник может быть привлечен к ответственности. За данный вид деятельности предусмотрена уголовная ответственность. То есть как за продажу этих сертификатов, так и использование гражданами поддельных сертификатов на вакцинацию. К гражданину может быть в случае привлечения к уголовной ответственности ограничение свободы, принудительная работа, либо лишение свободы на срок до года. Если лжепривитый кого-то заразит, либо по его вине кто-то умрет, то злоумышленник может отправиться за решетку на срок до 5 лет. За минувшие сутки в России выявили 22 тысячи 10 новых случаев заражения коронавирусом. 547 из них в Нижегородской области. В нашем городе за день заболели 4 человека. Из тех, кто госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще один саровчанин скончался. Люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Оно позволит эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их опасными для здоровья последствиями, что особенно важно в период распространения COVID-19. Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января. В перечень препаратов входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего на эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 миллиардов рублей. Ранее срок льготного обеспечения медикаментами ограничивался одним годом. 3 августа во многих странах мира отмечают День арбуза. Вкусный, сладкий, при этом низкокалорийный арбуз помогает утолить жажду в жаркий летний день. Он содержит кальций, магний, натрий и калий, которые поддерживают уровень влаги в организме и уменьшают вероятность обезвоживания. Также арбузы – источник ликопина. Этот антиоксидант снижает риск возникновения рака. О том, как выбрать спелый арбуз, мы решили узнать у сравчан. Последний месяц лета, август, балует нас различными плодами – ягод, овощей и фруктов. Это время, когда созревает всеми любимый сладкий арбуз. В Роспотребнадзоре рассказали, как должен выглядеть спелый арбуз. При ударе ладонью он вибрирует. Усик и плодоножка у него сухие. Мякоть красная различных оттенков, а семена вызревшие – черного или коричневого цвета. Мы решили узнать у горожан, как они выбирают самое большое сезонное лакомство. Постучать надо по нему. И еще, чтобы это вот, как ее обзывают-то, кончик, чтобы был засушенный тоже. Нам постучать по нему. Я следую глухой и звонкий. Даже… А, нет, он глуховатый такой. Более-менее спелый. Ну, постучали обязательно постучать. По головке вот так постукаем, вот так. На рынке хорошие арбузы. Постучать, звенит, допустим. Хруцкий или какой-то. Либо большой, говорят, большая ягода. Как практика показывает, кот в мешке. Нужно взять его, постучать. И такой, как бы, звук должен идти такой звонкий. Да, вот про это слышала. Потом, что хвостик сухой у арбуза. И все, наверное. Ну, и мне кажется, что чем больше арбуз, тем он слаще. Звук такой гулкий, звонкий. Очень хороший арбуз. И это. Смотрю, ножка, чтобы сухая была. Наличие сухого или зеленого хвостика не гарантирует спелость. Кто говорит, постучать, послушать. Ну, на звук основная масса. Ну, сама я сколько раз не пробовала. Не всегда попадала на спелый арбуз. Наверное, большую роль играет сезон. Чтобы выбрать спелый арбуз, большинство саровчан предпочитают постучать по нему и посмотреть на то, чтобы плодоножка была сухой. А некоторые считают, что выбрать хороший, спелый плод этими способами практически невозможно. В Сарове стартовал чемпионат России по лыжероллерам. Лучшие спортсмены страны разыграют титулы чемпионов в индивидуальной гонке, гонке-преследовании, спринте, масс-старте и стафете. По результатам соревнований будет сформирована команда для участия в этапах Кубка мира и Чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Италии. Подробности далее. В пятый раз в Сарове стартовали всероссийские соревнования по лыжероллерам. Проверить силы и побороться за попадание на соревнования мирового уровня приехали спортсмены со всей России. Открыл соревнование гонка свободным стилем на 10 и 15 километров. Я уверен, что каждый из вас проявит свои лучшие качества, свой характер и покажет наилучшие для вас результаты. Давайте начнем. На соревнования заявились как юные, так и опытные и титулованные спортсмены. Перед стартом участникам выдали специально привезенные для чемпионата лыжероллеры, чтобы создать равные условия для всех спортсменов. Цель соревнований не только выявить сильнейших, но и оценить уровень подготовки к предстоящему зимнему сезону. Лыжероллеры являются подспорьем для лыжников. Особенно те территории, в которых поздно выпадает снег и мало приходится стоять на лыжах, это одно из средств готовки к лыжному сезону. Чтобы показать наилучший результат, нужно быть не только в хорошей физической форме, но и правильно распределить силы на всю дистанцию. Немаловажно правильно проходить повороты, где можно выиграть у соперников драгоценные секунды. По словам гостей соревнований, Саровская трасса сначала показалась легкой, но на гонки уже пришлось выложиться на 100%. Ну, гонка оказалась очень сложной, наверное, одним из критериев стало то, что очень жарко на улице. И второе, это то, что у меня только что закончился сбор 21-дневный, после которого я еще не успела отойти. И эти гонки здесь, на чемпионате России в Сарове, у нас, для нас это как про стартовка, как соревновательная практика летом, которая обязательно нужна для лыжника зимой. По результатам первой гонки 4 августа на лыжной базе состоится гонка преследования классическим стилем. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!